здравствуйте сегодня хотелось еще немножечко порассуждать на тему почему у нас как говорится область осталась без яиц да у нас по закрывалась практически все птицы фабрики в регионе многие люди до сих пор до сих пор еще вспоминают о няндамском броллере а вот этих отделах вельской птицефабрики которые были по всему городу раскиданы о яйце которая производилась в котловской птицефабрике кто-то еще даже помнит когда-то у нас работали в рикосихе птицефабрики плесецкие почему они все год за годом вот уже последний десяток наверное лет закрываются на мой взгляд прежде всего от того что сельское хозяйство у нас вообще в архангельской области ну нелюбимые дитя на него меньше всего внимания поэтому у нас основные стратегические вопросы они не решаются уже многие десятилетия к сожалению в области у нас отсутствует свое зерно у нас масса земель которые заброшены никто на них ничего не выращивает потому что вот тоже я уже не первый раз выступаю говорю что надо создавать межведомственную рабочую группу потому что у нас как у семи нянек дитя без глаза за сельской землей приглядывают сразу много там министерств и министерство местного самоправления министерство аграрного комплекса и министерство имущества и министерство экономики все как бы следят но реально получается ничего нет землей нужно заниматься без земли не будет вообще ничего на селе а так как у нас нету своего зерна у нас самое дорогое корма и корма конечно же вот отражаются на себестоимости птицеводческой продукции поэтому и во всей стране идет рост птицефабрик у нас к сожалению они закрылись во вторых у нас конечно же надо работать с энергетиками одна из самых высочайших стоимости электроэнергии даже дороже у нас она чем в Вологодской области да и в Вологодской даже области многие селяне плачут что для крупных промышленных предприятий она ниже а для селян почему-то выше то есть тарифы надо нам смотреть это здесь как раз тоже должна нам поддержать областная власть в этом отношении ну и световой день и более длинный у нас значит отопительный период все эти факторы они совокупно вот и привели значит закрытию этих птицефабрик конечно же и большую роль здесь сыграло у нас прежнее руководство нашего аграрного министерства которая на все вопросы птицефабрик говорила а вы коммерческое предприятие вы там сами разберитесь но закрывшись мы лишились продукции мы лишились масса рабочих мест налогов как это решать решать можно сегодня есть проект в няндами построить инкубатор но я думаю что инкубатор ведь сами понимаете кому нужны будут цыплята если все остальные птицефабрики не будут работать значит власть обещает профинансировать этот репродуктор соответственно у нас есть планы развития и вильской птицефабрики после пожара и и все-таки надо восстанавливать есть план развития есть инициативные люди как нам поднять котловскую птицефабрику я сам встречался у нас есть и и инициативные ребята которые хотят под архангельском птицефабрику еще одну ставить это рентабельно это возможно в том виде который вот небольшую птицефабрику даже наши многие фермеры могут позволить себе по программам поддержки фермерства я думаю что в этом отношении мы все-таки с поддержкой властной власти должны порядок навести и мы этого будем добиваться спасибо с вами был михаил селантьев и Редактор субтитров А.Семкин